Кабаре Учитывая, что одним из режиссеров и идейным вдохновителем спектакля стала хореограф театра Ирина Лиховская, разнообразие танцевальных стилей неудивительно. Здесь она смогла проявить максимум своих профессиональных талантов. Другие два представителя режиссерской команды, Руслан Халюзов и Владимир Майзингер, отвечают за актерскую составляющую. В принципе поняли, что Кабаре это тот же театр, а театр это та же жизнь. То есть из спектаклей много любви, музыки, танцев, жизни какой-то такой, наполненности, объема человеческого. То есть все это Кабаре, все это шествие, шествие людей через жизнь. Естественно, что постановка наполнена и вокальными номерами, такими же необычными и нежданными для привычного понимания Кабаре. Например, в нескольких номерах используются песни Александра Вертинского. Это очень энергетически сильный спектакль. Он должен захватить и влечь, повести за собой. Ну, как-то поднять, поднять человека, настроить на какой-то позитив, во-первых. А во-вторых, ну, мне кажется, это про любовь. Почему не посмотреть? Про любовь же всегда приятно. Драматическая составляющая не отстает. Постановка создана на основе произведений Довлатова и Бродского, но в центре сюжета любовный треугольник, в котором замешаны персонажи совсем других произведений. Есть Пьеро, который олицетворяет такую возвышенную, что ли, любовь. Он неземной человек. Вот. Ему все как бы быт-чушь. Есть Орликин, который, наоборот, звезда общества. Абсолютно такой вот очень харизматичный, очень яркий. Но как бы человек, который может любить не только одну женщину, он артист в широком смысле слова. И Коломбина, вокруг которой вот эти два персонажа пытаются влюбить ее в себя, чтобы она влюбилась в них. А суть, мне кажется, проста, что в каждом из нас есть и Пьеро, и Орликина. И просто, когда в определенный момент они появляются, на этом как раз строится жизнь. Ярко и зрелищно, но в то же время глубоко и напряженно. Разнополистные эмоции вызывают премьеру первых зрителей репетиций. Благодаря ежедневной, многочасовой подготовке, волковцы успеют представить премьеру еще до конца театрального сезона, уже в начале мая. Артем Петражицкий, Антон Комаров. День в событиях.